Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Опять же, надеюсь на то, что слушаете его в постоянном режиме. Значит, особо рассказывать не нужно, что с понедельника по пятницу, с восьми до десяти, в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем, песни о нем свои поют. Ну, в общем, проводим время хорошо и плодотворно. Коллектив, который здесь сегодня вы знаете, причем знаете достаточно хорошо, песни его попадают регулярно в хит-порядок своего радио. И, само собой, лайкая эти песни, вы, само собой, даете и себе отчет, и дань творчеству этих музыкантов. Но есть у нас традиция давнишняя, сложившаяся сначала песня, а после этого мы и коллектив представим поименно каждого из них. Ну, и, само собой, разговоры начнем разговаривать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Надвинь на глаза, ниже капюшон, любовь материк, но наш опустошон, слишком поздно. Я всюду остр, всюду остр, голый остров, тихий монстр, демон, месть и как векста. Сила, правда, или ложь, что посеешь, что пожнешь, руку на пульсе держи, почувствуй ее виражи. Пускай загорают костры этой осени, завтра наша сила косит их. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Когда проигран бой, шаг, сила быть собой, шаг. Ваши карты биты, сорви с тебя, сорви ты. Сила, ток, сила, взгляд, между нами разряд. Сила — это выбор, сила — это мы, бро. Я встал, ты упал, сила — лучший запал. Сила чиста, как напаун, ветер рвет барабан. Сила, правда, или ложь, что посеешь, что пожнешь, руку на пульсе держи, почувствуй ее виражи. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Ваши круг волна, как девятый волна. Мой град, мой гроб, раскаленный микрофон. Мой друг, мой враг, сила сделать первый шаг. Мой ток, мой взгляд, между нами разряд. Ваши круг волна, как девятый волна. Мой град, мой гроб, раскаленный микрофон. Мой ток, мой взгляд, между нами разряд. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Сила во мне воскресне, даже если сорвется песну твое сердце. Спасибо. И полетели ошметки в студию. Сегодня здесь группа художник, к чему мы случайно рады, потому что коллектив оказался откровением какое-то время тому назад. И когда я открыл его для себя, он тут же оказался в ротации, признаюсь в этом честно. А затем, когда Юля услышала, решила, что непременно должна оказаться в программе живой, и, собственно говоря, это случилось. Вот они здесь. Их всего трое. Владимир Афонский, вокал. Добрый день. Лучший вечер. Лучший вечер. Хотя, как сказать, где-то... Кому день, кому вечер. Да, возможно, где-то и день, потому что часовые пояса у нас в одной только России. Матушки, их 10, по-моему, было 11, стало теперь, по-моему, 10. А на шарике земном так вообще время разное. Иван Килар, гитара, сэмпл и вокал. Килар. Килар, прости. Извини. Ничего страшного. Назови меня Семен, я один-один скажу. Значит, Килар. Окей, Иван Килар. Еще раз, гитара, сэмпл и вокал. Ну, да, там весь набор. Поздоровался тоже? Да, всем привет. Вот, молодец. Это важно. Пожелать здоровья тем, кто тебя слушает. Да, всем привет. У меня сейчас совсем другой часовой пояс. Я недавно из Нью-Йорка прилетел. Там утро. Вот, видишь как. Там в то время, когда ты спишь, люди бодрствуют. И сейчас на данный момент слушают эфир, я думаю, только те, кто... А сейчас там утро, да, раннее, по-моему. Ну, минус... Минус 8 часов. Да, но не утро раннее, но день тогда. День, скорее день. Скорее день. Я в это время просыпался и шел в магазин. Ну, и тут я не ошибусь. С авто, с этим самым, как называется, с ударениями, да? Тим Иванов, правильно? Мастер ударений. Да, всем привет. Барабаны. Будем громко играть на барабанах. Ты уже это делаешь, в принципе. Уже даже отметили, как ты лупишь. Я написал, что барабаны казенные, чего ж не полупить-то делов-то. Группа Художник. Это тот коллектив, который сегодня знакомит вас со своим творчеством. Ну, и радует тех, кто знает их песни, которые находятся в ротации своего радио. Как только вы начали играть, тут же, вот, например, Юлия Усова написала «Ух ты» и прибавила звук. Джейн Сомова привет своей крутотенечкой в эфире. Ну, и так далее. Народ тут же начал отмечать, что сегодня был круто. Спасибо, ребят. На самом деле, это дико приятно, что вам нравится. Ты знаешь, если тебе приятно, это понятно. Почему это нам приятно, я пока не понимаю. Но, тем не менее, нам тоже приятно, что вам всем приятно и всем хорошо. В это время будем проводить, значит, совершенно незряшно. Итак, как с нами связываться, это обязательная информация, потому как вам наверняка захочется что-нибудь сказать. Если вы пользуетесь смс-порталом, то 4647. Сначала свои, пробельчик, а дальше уже ваше сообщение. Это может быть все, что угодно. Вопросы, комментарии, какие-либо эмоции, впечатления. Делитесь, пожалуйста. Официальное сообщество ВКонтакте. В данном случае я имею в виду сообщество своего радио. Там давно уже выложен анонс. Красивая фотография на фоне Москва-Сити, я так понимаю, почти Нью-Йорк. Практически. Да, такая черно-белая фотка с небоскребами. Вот, там же точно так, как обычно в тексте анонса название коллектива, в данном случае это группа художник, выделена синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую вы в секунду оказываетесь в них в сообществе, соответственно, становясь участниками этого сообщества, как бы присовокупляете себя к их музыке, к их творчеству, к их группировке. И получаете всю информацию об их новых альбомах, синглах, поездках, концертах, гастролях, турах мировых и так далее. В первую очередь, а всегда важно получать информацию первым. Чаты работают для вас, их два. Один на сайте своего радио, своерадио.фм. Там, не ошибетесь, написано чат. Присоединяйся, пишите. Далее сверху на сайте есть плеер. Длинненький внес слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео с синим кружочком. Кликая на онлайн-видео, вы моментально оказываетесь в картинке. Картинку нам предоставляет Планета.ру. Можете помахать, кстати, сказать, друзьям, мамам, папам, родственникам. Вас видят уже достаточно. Планете привет. Давно. Привет, Планета. И там же, кстати, да, Планета.ру это краудфайдинговая платформа. И там, кстати, есть тоже чат, в котором точно так же можно отписываться. Все, это все, что касается коннекта. Теперь давайте-ка по группе и по музыке. Как называлась первая песня? Которую мы сочинили. Которую сейчас спили. А, эта песня называется Сила. Видите, у нас сегодня майки, если вот кто-то смотрит, у нас тут Звездные войны везде. А, да пребудет с вами Сила. Да, да пребудет, да Мэйда Форс Бевучий. Судя по майке, я на темной стороне. Да я тоже, в общем-то. В общем, ты тоже не особо светлый, да. Мне кажется, вообще, вот Звездные войны... По-моему, один тим выбивается всей этой катавасией вашей. А он на себя внимание оттягивает, он специально надел красную майку. А он пилот из новой серии. Я понимаю, я помню, как молодой Шварценеггер все время вот так сидел, подчеркивая величину своих бицепсов. Нет, почему? Он женат. Женат? А тогда кому показываешь? Жене? Итак, и так, и так, прости, пожалуйста. Как называлась-то она? Сила? Сила, да, Сила. Мне кажется, вообще, Звездные войны это какой-то дико удивительный фильм в мифологии вообще всего того, что мы делаем. Потому что мы росли на этом фильме. Мы постоянно стараемся выхватывать какие-то цитаты из этого фильма. Аж страшно это звучит, мы росли на этом. Да, мы росли на этом фильме. Еще на видеокассетах, когда это все было. Я тебе скажу так, когда это все было, ну, я-то уже был... Вы уже выросли. Да, почти. Почти выросли. Но, с другой стороны, меня почему-то этот фильм не особо веселил, не особо радовал. Я как-то не особо его любил. С годами только почему-то раскусил. Да. С годами мне показалось... С годами, говорю. Мне показалось, что в этом что-то есть интересное. На тот период, то ли я слишком придирчив, мне вся эта графика, которая там была, почему-то меня не возбуждала. Вот абсолютно. Сейчас, да, уровень компьютерной графики настолько вырос, что я вас даже с трудом иногда отличаю, где правда, а где, собственно, рисунок, поэтому теперь интересно. Так, можно... А, ну это совсем по другому поводу. Ну, вот, например, Алексей Степаненко пишет, класс, слов нет, одни положительные эмоции. Алексей Степаненко, спасибо огромное. Тихонечку вас начинают залюбливать, и это очень ценно. Сколько существует группа? Группа существует уже, наверное, больше 10 лет. Больше 10 лет. А как так получается, что вы существуете больше 10 лет? И нас никто не знает. Да, и вот как-то вы себя не пиарите, что ли? Ну, наверное, потому что мы очень как-то заморочены в себе в том, что мы делаем. Мы не то, что мы сознательно там не пытаемся как-то выходить в люди. Вот когда нас приглашают такие замечательные люди на уютную радиостанцию, мы с удовольствием приходим, играем песни, и это всегда здорово, подарить людям какой-то позитивный заряд эмоций и настроения. Но сознательно пытаться пробивать какие-то вот эти бетонные стены, ломать себя, ломать, ну, свою музыку, ради того, чтобы, ну, больше, конечно, людей услышало, ну, это всегда сложный вопрос. То есть, с одной стороны, говорить, что мы это делаем, ну, вот так что-то для себя там, чтобы побренчать, конечно, нет. Конечно, мы хотим играть на больших площадках, мы хотим собирать большие залы, и, мне кажется, мы для этого делаем, ну, всё, что есть в наших силах. Но всё, что есть в наших силах для того, чтобы при этом не ломать свою музыку, не ломать свою зону комфорта. То есть, не переступать через себя в творческом плане. Ну, наверное, наверное, отчасти да. Отчасти да, но при этом, я вот скажу так, наверное, сейчас такое время, когда каждый музыкант должен стараться делать и двигаться в разных направлениях в том смысле, что, вот, например, мы в последнее время там снимаем видеоклипы сами, мы там придумываем какие-то идеи для обложек сами, и поэтому у нас это, в общем-то, выходит всё очень дёшево, у нас там нет какого-то штата людей, которые с нами работают. Вот, в общем-то, мы, это художник, это вы правильно вначале сказали группировка, потому что я её так и воспринимаю. Художник для нас всех это какая-то такая банда друзей, банда единомышленников, которые периодически собираются. Вот, например, сегодняшний концерт мы играем с Тимом, да, там, предыдущий концерт мы играли там с нашим ещё барабанщиком Сашей Войтковым. Саша, ему привет. А ещё два казнастей назад был другой вокалист, я так понимаю. Нет, нет, вокалисты всё-таки вокалисты, они всегда. Басисты прибавляются. Да, да, но это не такая система, когда там есть какие-то сессионные музыканты, с которых мы приглашаем. Нет, есть просто наши друзья, с которыми мы живём, с которыми мы общаемся вне музыки, с которыми мы проводим время, с которыми нам дико круто и весело, и ещё здорово вместе писать песни. А наш басист, кстати, ждёт ребёнка, поэтому он сегодня с нами не приехал. Да, Денис, только у вас басист девочка, что ли? Нет, он ждёт от своей жены. Ну, от жены нужно долго ждать? Для того, чтобы ждать от жены ребёнка, нужно что-то даёт. Да, Денис, тебя тоже привет. Врачи сказали вот-вот, поэтому он решил сегодня не подводить нас. Понятно, ну, в таком случае я понимаю, да он бы на нервах был, в общем, это было бы совсем нехорошо. Давайте-ка дальше споём, а потом продолжим разговор, потому как, мне кажется, что сегодня знакомство для тех, кто пока не знает эту группу, очень интересное. Как называться будет следующее музыкальное произведение? Следующая песня называется «Киберлюбовь». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня коллектив художников. Погнали. Точно в сердце спам прёт по проводам, целит, как стрела киберлюзви. Жара, как тяжёлый грипп, виртуальный трип. Киберлюбовь, сон, киберлюбовь, магнит. Кто-то одинок, кто-то свёл курок, цифровая смерть киберлюзви. Итог точно в сердце спам прёт по проводам, целит, как стрела киберлюзви и жара. Как же меня достали, эти почивые стаи. Долбовый звук в инстаграме, вся ваша жизнь в камень. Жалкий кусок в кармане, с фотками из Баттайя. Скулами из топ-шопа, с чувствами из вай-фая. Разрывает моё сердце, киберлюбовь. Разрывает моё сердце, киберлюбовь. Разрывает моё сердце на сотни бит, её глянцевое тело обгорит. Разрывает моё сердце на сотни бит, киберлюбовь. День жрёт меня, день осаднят. Кисловая смерть, цифровая тля. Кто-то взвёл курок, цифровая тля. Разрывает моё сердце, киберлюбовь. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Что, круто-кенешки, круто-кенешки группа художников. Кстати, давайте-ка мы определимся с написанием коллектива, потому что в ротации давненечко вы существуете, и пишется все латинице, кириллице, пардон, по-русски, говоря таким языком понятным. А вы у себя в группе, в сообществе, собственно говоря, везде, где я вижу, пишетесь латиницей. Так как правильно, мы же об этом как-то не договорились. Я думаю, правильно, как людям больше нравится. Кому удобнее искать нас художник по-русски, пусть пишет по-русски. Кому удобнее латиница, латиница. Но обычно мы, конечно, стараемся сами писать латиницей, просто потому что поисковики выдают быстрее название таким образом. Интересно посмотреть на вариант китайский. Да, кстати, слушай, интересно. Не разный. Иероглиф, да? Художник? Наверное, красиво. А сейчас надо просто забить в гугле переводить с русского. Один иероглиф. Я даже думаю, будет пол- иероглиф. Так что давайте зайдемся на китайском. Слово короткое. Но, в принципе, вы разрешаете вас писать и латиницей, и кириллицей, никаких разногласий здесь нет. Нет, абсолютно. Потому что всякие... Очень хочется, чтобы музыканты были довольны. Что такое? Водички надо что-то? А что ты? Иди к нам тогда. Не хочешь там сидеть? Ну, ему скушатого. Посадили в дальний угол. Так у него... На дальняк, да? Я здесь. Так у него микрофон уже свой есть. Он может взять свой микрофон, разговаривать. У него и не один. Нет, я имею в виду тот, который эфирный. Мощный заряд энергии для вечера пятницы. Круто, пишет Феликс Трофимов. Совершенно они не похожи на свои песни в ротации. Мартина, например, ну вообще не они. Намного круче выглядит все это. А мы Мартида еще ни разу не играли. То есть... Ну, здесь, сейчас. Ну, конечно, мне нет. Она вспоминает песню, одну из песен, которая цепляет из ротации. Ну, кстати, я говорил вам о том, что надо это сделать вовремя. Так, чтобы зацепить всех остальных тоже. Если вы существуете порядка 10 лет, если вы работаете в том направлении, в котором работаете, то, значит, вы даете концерт. Да, мы очень часто даем концерты. Последнее время, правда, немного реже, но, кстати говоря, совершенно случайно. У нас завтра будет концерт в клубе «Смена». Абсолютно случайно. Абсолютно случайно. Вот так-то мы даже не ожидали от того, что завтра будет концерт. Я сам не ожидал. Представляете? Поэтому, друзья... Клуб «Смена», да. Да. У нас будет концерт. Поэтому, друзья, приходите. Мы будем очень рады вас видеть. Во сколько? Я думаю, часов в 8. Так, часов в 8 или в 8? Хорошо, в 8. В 8. Ребят, сойдемся на 8. Вероятно, в клубе «Смена», где-то в районе 8 часов вечера. Будет вероятно художник. Вероятнее всего, будет концерт, возможно, группы художников. Вот такой подход мне очень нравится. Люди соднят себя мыслью о том, все-таки будет, не будет художник, не художник. Так это же интрига. Понимаете, как круто? Человек приходит на концерт и не знает, что ему ожидать. Да, люди приходят на концерт, а там у метро. И все очень разочарованы. Все очень разочарованы, потому что ждали художника, а приехал на метро. Ты понимаешь, какая ерунда получается. 46-47 – это короткий номер для ваших смс-ок, свои пробелы. А дальше все, что хотели бы сказать. Но, помимо всего прочего, конечно, выискиваю какие-то сообщения, которые пишет народ здесь и в ВКонтакте, и в чатах. Так что пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Если я так понимаю правильно, если я правильно понял, два основных, ну, собственно говоря, члена, извините за слово, коллектива – это вот вы вдвоем – барабанщики, басисты, меняются. Это все наши друзья. Так не важно. Они всегда с нами. Они всегда с нами. Они не меняются, они просто с нами. Просто кто может, тот играет. А мы с Вовкой вообще выросли на одном этаже, в одном доме, поэтому было бы странно, если бы мы менялись. Рассказывайте тогда друг о дружке. Как это вы так? Сколько лет вы знакомы-то получаете? Ну, знакомы мы уже, наверное, лет 20. Вовка уехал в детстве в Канаду жить. Вовка уехал. Но его родители, да, его родители уехали, забрали Вовку с собой. Все его трансформеры оставили мне. Ах, так ты был счастлив, что Вовка уехал? Так я вообще был рад. Вот где они. Ну, ты книжки забрал, а я трансформеры, все в порядке. Ну. Вот. Я играл, пока я играл в его трансформеры, он учился там играть на гитаре. В Канаде? Да, в Канаде. А, потом… Уже было в Польше. А, уже в Польше это было. Так он же так и не выучился, что ли? Все перепутал. Так, в принципе, без гитары он и тусит. Нет, потом он приехал, да. Потом ты поехал в Польшу, когда приехал. Сейчас люди уснут. Давай, давай, расскажи, расскажи. В общем, он приехал, научившись играть на гитаре, начал учить меня. Я сказал мне, чувак, тебе вообще не дано играть на гитаре. Я воспринял это как вызов. Ты говорил, нет, так дело не пойдет, я буду играть на гитаре во что бы то ни стало. Научился играть, теперь вот у него нет гитары, а у меня есть. Он меня подстыдет, посмотрите. Когда мы начинали играть в группе, я играл на бас-гитаре, Ванька играл на бас-гитаре. Я играл на гитаре, Ванька играл на бас-гитаре. А ты сказал, что барре я никогда не возьму. Но я ему опрометчиво сказал, что он никогда не возьмет барре. И поэтому, как только он взял баррэ, первым делом он выселил меня с гитары. Но на самом деле, мне кажется, так лучше и здорово, и всем весело. И главное, мне кажется, в музыке, чтобы в группе был какой-то здоровый такой, с одной стороны, внутренний челлендж, соревнование, но, с другой стороны, чтобы все это было по-доброму, весело и позитивно. Кто-то по образованию, скажи мне. Я журналист. Кто-то, я думаю, чешет, как дышит. Журналист что заканчивал? МГИМО. Журфак. Замечательно. А почему не работаешь журналистом? Я работаю. Где? Я одно время работал в журнале «Большой город». Мне это дико нравилось. Сейчас я в журнале «Большой город» не работаю. И тебе это дико нравится? Нет, мне это иногда дико нравится, иногда не нравится. Но я в основном занимаюсь фрилансом, и плюс я в какой-то момент понял, что мне дико интересно снимать видео. И я начал это делать сначала для себя, потом для нашей группы, потом стал делать для каких-то разных других сайтов, ЗМИ. И, в принципе, это очень помогает, потому что, когда у нас возникает идея сделать какое-нибудь промо-видео или, например, какое-нибудь приглашение на концерт, нам не нужно искать людей, операторов, монтажёров. Берёшь камеру, снимаешь и выкладываешь. Понимаете, это же здорово. Хорошо. То есть ты этим и зарабатываешь? И этим тоже, да. Ты берёшь камеру, снимаешь группу и зарабатываешь? Хорошая у себя группа, состоятельная, если позволяет себе платить такие деньги. Самодостаточно. Нет, нет, нет. Чем зарабатываешь? Нет, вы меня неправильно помните. Я зарабатываю тем, что снимаю для других людей. Всё, теперь понял. Теперь понял. Ну, теперь остается Иван только выяснить. Я имею в виду вашу другу. Чем я зарабатываю? Чем ты зарабатываешь, да? Ну, я музыкой зарабатываю. Я пишу музыку для других людей за деньги. Да ладно? Да. Но приходит ко мне человек, говорит, вот у меня есть песня классная, давай сделаем аранжировку. Я говорю, да, давай вот столько-то денег, и будет у тебя аранжировка. Да, ты делаешь аранжировки, а не музыку. Ну, иногда музыку, иногда аранжировки. Но в целом это музыка. Я всё равно даже когда делаю аранжировку, для меня это музыка. А приходят обычно такие достаточно взрослые мужчины, у которых есть красивые любовницы, или дочки, или жёны, которым очень хочется песен петь. Да, очень хочется песен петь и клип танцевать. Приносят шнягу невероятную, и ты с этой невероятной шнягой работаешь. Сочувствую. Бывает это такое. Я думаю, волосы ты-то на этом и потерял. Вот на этой работе. Я шучу, конечно, но просто работа – это каторга. Да нет. Ну как? Нет. Но мне в любом случае по кайфу. Я же делаю это, в первую очередь, от души и для себя. То есть даже если человек приходит и приносит мне какую-то шнягу, мне проще отказаться. Я лучше с другим человеком буду делать что-то прикольное, то, что нравится и мне, и ему, чем делать. Да. Чаще всего я отказываюсь, если мне говорят, то, что мне откровенно не нравится, ну какой смысл? Если мне это не нравится, то получится фигня полная. Ему не понравится, и мне. Подождите секунду, а из того, что ты делал, что-то может быть известно народу? Ну, из известных есть песни. Ваня скромничает вообще в целом. Он очень много всего делал. Подтяни к себе микрофон. Я много всего делал, Ваня. Просто я его часто продаю, поэтому я знаю получше. А, так ты агент. Теперь мы выяснили, чем он заработает. Барабайщик и агент. Пустим, расскажет, чем он занимается. Сейчас, подождите секунду. Это очень долго, подождите секунду. Закончим здесь. То есть получается, что ты делаешь аранжировки и, может быть, даже сочиняешь музыку для тех, с кем тебе комфортно, я так понимаю. Ну, стараюсь, конечно. Ну, это, в общем, на самом деле большой подарок. В таком случае ты живешь счастливой жизнью, потому что ты не делаешь ничего через себя. Ты делаешь только то, что нравится. Окей. Тим, давай. Да. Да. Рассказывай. Я занимаюсь музыкой. Так. Только музыкой и музыкальным бизнесом. Что значит музыкальный бизнес? Ну, все, что связано. Вот, допустим, в ванне нахожу клиентов. У меня своя студия. У тебя своя студия? Да. Ну, вот так вот с этого надо было начинать. А что делает твоя студия? Студия делает live production. Live production. Ну, как и мы практически. Ну, почти. Это направление, скажем, придумал я в этой стране, наверное. Да ладно? То есть я беру для поп-артистов, собираю живые составы и продаю их. Так, секунду. Вот сейчас я хочу понять. Я ничего во всей этой хренамунде не понял пока. Ты берешь поп-артиста. Да. Кого бы там? Нюшу, к примеру. Ну, давай, ну, как вариант. Допустим, Егора Крита, да. Кого? Егор Крит, не знаю. Натан. Я даже не знаю, кто это. Я беру того, кого знаю. Давай берем Нюшу. Нюшу. Давай остановимся на Нюшу. Да, берем Нюшу. Она ничего. Да бог с ней. Я сейчас не об этом. Я к тому, умеет ли она петь живьем. В принципе, процент там на 60 она умеет петь. Окей. Вот мы, допустим, предположили, что она умеет на 60%. Ты музыкантов ей подбираешь? Тех, которые на 60% играть умеют? Или более-менее приличные? На самом деле, все зависит от денег. Нюшуных? Конечно. Ах, так ты корыстен. Нет, это нет. Музыканты корыстные, я причем здесь. Они, разные музыканты, стоят разные деньги. Окей. То есть ты делаешь все возможное, чтобы из фанерного исполнителя, в конце концов, сделать... Да, правильно. Я делаю live production. То есть я делаю живой саунд из самой такой попсы прям. Слушайте, получается, что группа художников отвечает своему названию. Художники собрались практически все. Один пытается сделать что-то приличное из малоприличного материала, который к нему приходит. Другой из уже существующего материала пытается сделать живье какое-то более-менее. Да, это еще не все. Далеко не все. А, давай. Это только промежуточные, как бы, это подработка, скажем. Так, а основная это... Основная деятельность, я делаю шоу, езжу по всему миру, делаю шоу на барабанах. Шоу на барабанах? Да. Со своим шоу, с музыкой, с этами, диджейскими. Секунду, вот с этого места поподробнее. Ты один в этом шоу? Да, я один в этом шоу. И ты делаешь по миру свое шоу на барабанах? Да, делаю шоу на барабанах. А что значит шоу на барабанах? Я делаю, скажем, электронная музыка, скажем, диджейская, то, что можно себе представить, электронный сет. Делаю специальные в сете, вставки, специальные такие аранжировки, чтобы туда гармонично вписывались живые барабаны с какими-то электронными сэмплами. И делаю визуально мощное, разнодинамичное шоу, танцевальное шоу. Вот это интересная тема. Ты там сегодня соличок сыграешь? Ну так. Ну, конечно. Да? Спасибо тебе большое. Я думаю, что, может быть, его сыграть прямо сейчас, перед той песней, которая пойдет. Мы там можем. Да? А не рано ли солички играть? Нет, не рано. Ты должен понимать, что радио – это не концерт. Люди за деньги пришли и будут до конца, чтобы деньги отработать. А здесь надо держать аудиторию за выпуклую часть, и, сам понимаешь, очень конкретно и сильно. Поэтому сейчас соло, после этого соло будет песня. Я убежден, абсолютно эту песню вся аудитория своего радио знает хорошо. Посему мы сейчас ударненько и забомбим гвоздик в сознании. Есть разное соло. Сейчас сыграю соло… На 48 минут, я понял. Нет, сыграю соло такое, скажем, концертное. Окей, окей. Я не очень понимаю. Вы будете участвовать в там соло в том числе? Да ладно. Я отсюда с этого места не встану, имею в виду. Вот как хочешь, стреляй в меня. Я отсюда не уйду. Итак, напоминаю, сегодня здесь группа художник. Почему-то музыканты все остальные сели, решили, что они пока посидят. Но я думаю, что соло будет не коротким. Ну, ничего, мы любим. На самом деле, аудитория радиостанции дико любит сольные партии на барабанах. А мы уже любим посидеть. А вы уже… Годы идут, знаете. Годы, да. Посидим-ка. Что, Тим, готов? Можно? Ну, давай. Поехали. 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 Но самое интересное во всей этой истории, что он с палками вытворяет. Как они вот тут летают и не выпадают, я действительно понятен. Это как раз и есть элемент кладерам шоу. Теперь я понимаю, как должно это выглядеть. По-настоящему спасибо Тим огромное. Это было действительно потрясающе. Очень вкусно, здорово. Ну, народ сейчас не палки, а чепочки в основном бросает в комментариях, крича о том, что это чуть ли не лучшее барабанное соло за всю историю программы. Приходите на концерт и сыграем еще раз. А концерт у нас вроде бы как завтра. Завтра в клубе смены. Вероятнее всего в клубе смены. Это концерт. Приблизительно в 8 часов. И, скорее всего, там будет даже художник. Ну, дальше песню мы объявлять не станем. Совершенно очевидно, что ее аудитория знает очень хорошо. Как всегда, живой звук в программе живой. И здесь сегодня художник. Поехали. 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 Если мир придумали боги, если ты его королева, если все земные дороги без тебя уводят налево, нестерпимый крик отчаяния, и моей китары магия, все, что больше слов действий, только страх, любовь и мания. Но я начинаю с нуля, начинаю с нуля. Если жизнь дается однажды, значит, в ней бескрайность вселенной, значит, я ее выплю до капли, мне гореть, а не гаснуть мерена. Нестерпимый крик отчаяния, и моей китары магия. Все, что больше слов и действий, только страх, любовь и мания. Но я начинаю с нуля, начинаю с нуля. Ты очень мудрая девушка, а я очень редкий парень. Значит, есть какой-то смысл, но наши силы шипают. Беги от меня сейчас, спасайся, как от вида. Но завтра уничтожат нас, мастерил. Но я начинаю с нуля, начинаю с нуля. Спасибо, дорогие друзья. Пожалуйста, дорогие товарищи. Я вам скажу так, с этой песней началось знакомство аудитории своего радио с группой. И художник вот об этом, собственно, и пишет тут уже. О, точно, эту песню я слышал, хотя с коллективом тогда не была знакома, пишет Алена Рукасуева. Вот Ник Анатолий Михайлов. А, ну, конечно же, знаю, супер. Ну, надо связать. Потому что часто бывает, когда люди знают песню, но не очень связывают эту песню с каким-то из коллективов. Так бывает. Первая песня, которую я услышал у художника, пишет Виктор Александрович. Ну, с другой стороны, как может быть по-другому? Она же и, собственно, пошла первой в ротацию радиостанции. Голосище. И там знак такой. Пишет Виятельников. Ну, в общем, это комплимент, имею в виду. Сегодня я на репетиции еще голос сорвал. Вот завтра приходи. Да что ж ты будешь делать? Почему у нас так часто случается, когда приходят больные? Давай. Я хочу сказать дикое вообще спасибо всем людям, которые слушают нашу музыку. Для меня иногда это загадка, что вот ты делаешь что-то, пишешь песни, и это находит отклик. Вы не представляете, насколько это вообще бесценно для нас? Слышать отклики и видеть глаза людей, которые приходят на концерты. Это мы не представляем. Вот. И на самом деле дикое спасибо всем друзьям и родителям спасибо за поддержку. Я думаю, что ты как журналист тоже уделяешься тому, что твои материалы кто-то читает. И говоришь, ну надо же, я пишу, а они читают. Удивительная какая профессия у меня, как у журналиста. Ну, а как иначе-то? Ну, а как иначе? И работаем там исключительно для того, чтобы вас, ну, я имею в виду, музыкантов узнавали. Это я вам сейчас сообщаю. Его аудитория давно знает, в ротации своего радио 350 коллективов. 350, я не оговорился, коллективов. 40, 45, 50 обычно на радио крутятся в ротации. У нас их 350. И мы стараемся сделать все возможное. Это еще не все, потому что есть какой-то пул, который я еще собираюсь запускать в ротацию. Потому что масса классных, хороших музыкантов России. Безумно, вот лично мне, поэтически, извините, жалко, что вся эта музыка почему-то оказывается в андеграунде. Ну, с какой стати? Ну, почему? Мне кажется, что это такой этап. Я думаю, что когда-нибудь она будет везде. Так мы для этого и стараемся. Конечно. Делаем все возможное, чтобы это произошло. И я уверен, что если так будет, то... Вот я тогда не буду, как ты говоришь, меня удивляет, что я буду радоваться тому, что нас услышали. И слава богу, что эти времена наступят. Я уверен, что наступит еще при нашей жизни. Простите, при нашей жизни. При вашей-то это очень, конечно. Так, тут вот еще было сообщение со одной. А, в припев я думал всегда, что поет девушка. А тут все вот наоборот, пишет Константин Твердый. Лысый бородатый парень, да? А пишет Твердый Константин? Да. Да, нормально, да. Ну, тогда для него нужно было по-другому петь, я согласен. Почему? Твердый Константин. Ну, такой голос высокий. Действительно, да, как-то по-женски. Я сейчас вдруг подумал немножко на фривольную тему. Как-то в одном эротическом журнале, главным редактором которого был Леша Яблоков, журнал «Мэнс Хэлс» такой, где у меня была колонка в свое время. Ну, потому что ввел программы на темы взаимосношений и сэкоса, так сказать, книжки писал на эту тему. Не удивляйся. Бывает такое. Вот я тоже не удивляюсь тому, что ты поешь, а ты же журналист. Правильно, да? Не удивляюсь. И ты не удивляйся. Так вот, там был материал на предмет того, что мужчины очень часто дают имена своему нижнему товарищу. Судя по всему, как я понимаю, ты так обрадовался имени Твердый Константин. Это не надо здесь от Фрейда вообще не устраивать. Ну, что-то от Фрейда тут все-таки присутствует. 46-47 – это короткий номер для СМС. Квашка. Сначала свои про Бельчик. Так, а дальше уже все, что хотели бы сказать, и понятное дело, выискивать собираемся, отовсюду собираем материал. Вот, например, Лекса пишет, а в живом-то исполнении эта песня еще круче. Записывайте сразу в фанатки. Это круто. Господа, признайтесь. Так, сейчас скажу. Господа, признаться, не самая моя музыка, но настолько мощная, что со мной случилось обалдевание. Придется теперь дослушивать Никита Дмитриев. Это то, о чем я тебе говорил. Помнишь, да? Слушай. Так, совершенно не похуже. Они на своей песне в ротации. Вот удивительно, да? Живьем воспринимаетесь вы по-другому. Это, кстати, сказать для меня неудивительно. Народ почему-то до сих пор еще не привык к тому, что живое исполнение, оно зачастую гораздо более энергетичное, чем исполнение в записи. Там все вылизано, все вычищено. Там нет вот этих вот легких, может быть, каких-то шумочков, которые возникают при живом исполнении. Как человек прыгает, как человек живет у микрофона. По струнам, когда вот это вот. Да, да, совершенно верно. Палка ломается. Ломается? Часто ломается тем палки-то. А этот ломает вообще? Ломается, ну да. А в полете бывало, чтобы сломалось? Ты же их подкидываешь постоянно, ты их кидаешь отборку. Было очень много случаев с полетами палок. Застревали в потолке. Это я догадываюсь, что это было. Вот, очень часто, да. Что еще было? Да, было, ломалось, возвращалось поломанной. Ну и много всего интересного. С палками-то много чего интересного происходит, да. Я сейчас вспомнил Константина Твердого. Извините, я не к тому Константину. Константин, простите бога, ради. Мне кажется, надо ввести хэштег Константин Твердый. Главное, человека сейчас не затроллить. Он хороший, очень хороший. Да нет, на самом деле, спасибо большое, Константин. Сейчас песня будет для него. Конечно. Да, следующая. То есть сейчас песня «Извинения», я так понимаю. Стал искать аудио ВКонтакте. Там группа называется «Мертвый художник». Надо полагать, история смены названия по аналогии с мертвыми дельфинами. Нет, там немножко другая история. Давай я расскажу. У нас была идея сделать параллельный проект, электронный проект. Еще там с некоторыми нашими друзьями. И мы подумали, что если есть художник, который играет живую музыку, то у нас сделать такой параллельный, чтобы не путалось. Но, как всегда, это водится. Это все в какой-то момент оказалось слито в сеть, все перепуталось, и поэтому люди до сих пор иногда не понимают четко, где различия. Но историю с мертвыми дельфинами вы знаете, нет? Ну, я помню такой. Но они до сих пор играют. Они играют только без мертвых. Теперь они дельфины. Почему? Потому что Ацаламов, ну, вокалист коллектива, он давно живет в Германии, приезжает в Россию для того, чтобы поиграть концерты. Сначала у него погибает барабанщик коллектив, потом умирает басист. И он понимает, что вот этот префикс «мертвый» в данном случае портит ему все. Нет, ну, наша группа, кстати, всегда называлась «художник», потому что у меня даже сохранилась афиша где-то за ледовая площадка. Помнишь, мы играли? Какой-то год был. 2004-2005, наверное, да? Какая ледовая площадка? Клуб «Планета льда». Помнишь? Керлинг клуб, да. Да. Ледовая площадка. Я подумал про ледовый дворец. Это был какой-то год 2003-2004, мы играли один из наших первых концертов, и я даже до сих пор на память сохранил афишу. «Художник» 2004 года. Художник. Да, конечно. Вот какая долгая память, ты понимаешь? Да. Надо, чтобы таких афишек было больше с каждым годом. Нет, в принципе, для меня вот это название, оно значит очень много, потому что я всегда считал, что все самые здоровские группы называются просто. Взять там, не знаю, «Куин», «Дорс», там «Битлз» или там «Кино Аквариум». А вон ты куда? А, ну, навернулся, да? Конечно. Нет, я здесь и там. Это правильно, а скромность она приводит в небытие. Нет, это не вопрос скромности, это вопрос энергетики слова. Энергетика слова – великое дело, понятно. Как раз о мертвых дельфинах мы только что говорили, да, слово, оно ведь материальное. Поэтому мы живые, мы играем живую музыку, мы играем живые концерты, выходите на концерты. Слово материальное, поэтому каждое сказанное слово, оно находит отклик. Давайте так, что будет дальше? Какая следующая песня? Следующая песня называется «Пули». Она о мире, счастье и о том, что надо беречь мир. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напоминаю, здесь сегодня группа «Художник». Готовы? Минуточку. Ну, хорошо, мы подождем. 46-47 – это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, пробел, а дальше все, что хотели бы сказать. Не забывайте о сообществе ВКонтакте. Все, готовы уже? Я могу долго трещать, вы же понимаете. Не забывайте о чатах, в которые тоже надо бы что-либо писать, если у вас эти мысли и желания возникают. Не теряйтесь. Поехали? Все, погнали. Мы разменяли наше небо, нам в пули легко. Неосторожно солнце скинулись в его верхов. Пришивали на погоны звездной, но вежливые люди не вносят шевроны весной. Мы путали хирург по сбой, легко меняли позывные. Сной, чужой, предатель или герой. Вежливые люди не вносят шевроны весной. И нам осталось пройти по следам наших пуль, свободными отзовьми отзовьми в себя. И нам осталось пройти по следам наших пуль, свободными отзовьми в себя. Брат мой враг или враг мой брат? Что так, что так? Один факт, а в как стенка на стенку под один и тот же флаг. Мы все, кто не поднял свой зад, кто думал пронесет. Кое-как мы разменяли небо на пули. И нам осталось пройти по следам наших пуль, свободными отзовьми в себя. И нам осталось пройти по следам наших пуль, свободными отзовьми в себя. И нам осталось пройти по следам наших пуль, свободными отзовьми в себя. Спасибо. Да это вам спасибо-то. Нам-то за что. Мы с радостью. Мы только, что называется, играйте. Играйте, играйте, играйте. Здесь масса, естественно, опять же, одобрительных возгласов, вскликов, вскриков, всхлипываний. Группа никогда не вступала с 25-17, а если нет, хотели бы выступить, ну или дуэт записать. Почему-то, опять же, Константин твердо интересуется такими вещами. Почему нет? Всегда здорово, когда, если пути сойдутся. Ведь, понимаете, у нас такой принцип, мы никогда не пытаемся делать что-то специально. Там, наверное, искать какие-то возможности для дуэтов или пытаться кому-то там пристегнуться, как паровозиком. Да, мы просто делаем то, что получается, если возникают на нашем пути какие-то прикольные, здоровские люди, мы делаем это вместе. И мы играем вместе. В общем, я все понял. Я все понял. Ближайший, ну, как минимум, год своей жизни я должен буду уделить тому, что как-то продвигать все-таки нормальную атмосферу в люди группу художников. Сами не хотят. И мне кажется, это очень большое украшение. Да нет, мы хотим. Нет, я вам честно говорю. Конечно, мы хотим. Посмотрите, насколько здорово, когда люди пишут, что им нравится музыка. Конечно, мы хотим. Но просто это должно быть как-то, ну, что-то по-честному, как-то по-настоящему. А как это по-честному, скажи мне? Ну, как по-честному? Ну, я не знаю. Ну, когда ты играешь музыку с друзьями, мне кажется, это самое здоровое, что может быть в жизни. Правильно? Хорошо. Ты играешь музыку с друзьями, ну, играй на кухню. Нет, вот я об этом и говорю. Нет, при этом мы играем музыку с друзьями, но при этом мы стараемся как-то все время стараться, мы стараемся расти. Мы очень все-таки много уделяем качеству. Медленно вы как-то растете. 10 лет коллективу почти растете. Медленно. Несправедливо. Я сейчас тебе говорю, как старший товарищ. Давай так, как старший товарищ. Ну, ты признался, что журналист, ну, я тоже, в общем, в этом смысле журналист. Я же шестер театральный, у меня масса всякого разного бэкграунда за спиной. Так вот я тебе скажу так, когда ты делаешь что-то с удовольствием, это очень клево. И когда то, что ты делаешь с удовольствием нравится еще кому-то, это еще более клево. Но продвигать себя, черт возьми, надо. Ты занимаешься творчеством, а творчество не может оставаться мертвым. Нет, посмотрите, по мере наших возможностей, конечно, мы это делаем. Мы стараемся регулярно снимать какие-то клипы. Например, мы только этим летом сняли видео на песню «Тени», он есть в интернете. Уже выложили у нас здесь. Да, есть он в соцсетях, везде. Да нет, в ленте, которая сегодня обсуждению эфира посвящена, уже выложили. Мы стараемся регулярно, хотя бы там каждый месяц, записывать какой-нибудь новый сингл. Поэтому мы все, что есть в наших силах, в наших скромных каких-то финансовых возможностях, мы, конечно, это делаем. Что касается продвижения, мне кажется, мы ленивые. Да нет. Наконец-то. Нет, мы не ленивые. Мы то, что умеем, делаем. Я как-то сидел и думал, взляпнуть тебе уже в морду, что не лентяи уже, нет? Спасибо, Ваня, спасибо тебе большое. Лентяи, лентяи. Нет, правда, лентяи могли бы больше делать. И должны больше делать. Я объясню, почему. Я понимаю, с твоим интеллигентным лицом и с интеллигентным подходом к жизни ты человек скромный. Это я очень хорошо понимаю. Я таким же был какие-то годы назад. Есть масса свидетелей тому, каким я был скромником. Вот одна из них вот тут сидит и всякий раз на меня пинала. Ты что-то такой, давай как-то себя себе больше. Я тебе скажу так. Если ты хочешь, а вы должны этого хотеть, потому что вы занимаетесь творчеством, вы занимаетесь тем, что нравится, а я вижу, как реагирует аудитория, которая слышит сегодняшний эфир. Чем больше людей вас знают, тем лучше, но для того, чтобы вас знали. И вы должны быть немножко понаглее, что ли. Слово «наглость» в кавычки беру. Немножко понастойчивее, что ли. Я ко всем музыкантам обращался периодически. Написал человек письмо, например, выслал мне какие-то песни. Написал месяц назад. У меня 4 тысячи непрочитанных писем не потому, что я не хочу их читать, мне некогда. Не всегда успеваю. Что успел, то прочитал. Человек месяц назад написал письмо, я обиженный сидит. Я же тебя месяц назад послал. Так повтори. Нет, а мы, кстати, в этом смысле мы абсолютно не обижаемся никогда ни на кого. Стучитесь и вам открою. Нет, мы стучимся, стучимся. Почаще напоминайте о себе. Вот к вам постучались. Видите, вы нам открыли. Спасибо. С удовольствием при этом. Напоминать почаще о себе. Как угодно. Ну, будем пытаться, конечно, как можем вам помогать после эфира сегодня и подкасты, и видео. Все зальется в сеть, само собой. Нет, спасибо, на самом деле, за совет, потому что всегда здорово слышать какую-то мотивацию. Мотивация на сегодняшний день вот на данный момент такова. Вы занимаетесь потрясающей музыкой, вы делаете роскошную совершенно музыку, и эту музыку должна знать большая аудитория. Все. Вот эта мотивация у вас должна быть. Надо петь уже. Что-то усел с этого. Даже Константин Твердый оценил. Мне кажется, нужно делать выводы. Да, это уникальный случай, когда даже Константин Твердый. Константин, еще раз вам спасибо огромное. Как будет называться следующая песня? «Цунами». Как? «Цунами». А, «Цунами». Мне просто показал «Спортсмен», и я подумал, ты такой, знаешь, человек, разговаривающий немножко устаревающим, уходящим в русском языке. Кстати, господа музыканты, и я обращаюсь к вам тоже. Хотелось бы сказать спасибо звукорежиссеру сегодняшней программы «Живые». Сегодня здесь за звукорежиссерским пультом Сергей Егорьев. Звук, который вы слышите. Да, Сергей, спасибо огромное. Правда, друг. Звук, который вы слышите, это его рук дело. Ну что, а куда делся Ваня? Вот он, ты, господи. Молодежь мелькает и мелькает. Готовы? Погнали. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня художник. «Живые звуки» в программе 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 « Луна загадочна, как ночь Внезапно, как весна По утреннему городу Идёт всегда одна Мечтая в её сторону Я чувствую Мы на диаграмме пропасть между нами Зоврём на самой гляне, чтобы не тянуть И через расстояние все воспоминания Туда родится нами грудь Она придумала свой миг И спряталась внутри За озорством в её глазах Чёткий страх любви Мечтая в её сторону Я чувствую Мы на диаграмме пропасть между нами Зоврём на самой гляне, чтобы не тянуть И через расстояние все воспоминания Даром не все дарить грудь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И на диаграмме пропасть между нами Зоврём на самой гляне, чтобы не тянуть И через расстояние все воспоминания Даром не все дарить Даром не все дарить А есть какая-нибудь песенка Так на минутки на три Чтобы мы могли её час закрыть И уйти на паузу после песни А не после троллевали разговоров Может Атлантида? Вот давайте Тогда сейчас не будем сильно долго трещать Я просто расскажу буквально несколько сообщений Вот одно из них Услышал сначала рэп Сейчас сразу хочу подчеркнуть То, что вы слышали Это рэпом не называется Это речитатив Дальше пишет человек Терпеть его не могу в чистом виде Отвечаю сразу Я его тоже терпеть не могу в чистом виде Вот, например, перец ложками жрать не могу Но если перчику немножечко в блюдо подкидываешь Очень получается пикантно Так вот, хотел выключить, пишет Детрагор Но дальше такая красота началась Группу не знаю, слышу, впервые Однозначно понравилось Спасибо, Детрагор И это как раз к разговору о том К разговору о том, что нельзя ни в коем случае Первое впечатление Вот так вот, собственно говоря, считать главным Надо как-то раскушать, распробовать То же самое перец тоже Я же тоже что-то сказал Его если переборщить Ну, в общем, это жрать невозможно будет Хотя мексиканцы любят Ты понимаешь, какая штука 4647 Это короткий номер для ваших смс-ок Сначала свои, пробельчик А дальше уже все, что хотели бы сказать Ну и, помимо всего прочего Естественно, пишите, пожалуйста Во всех тех группах Контакта и чатах на сайте Инопланете Все, что хотели бы выразить Все ваши эмоции, например А эмоций много Очень много И люди тут прям вот Ну что, прыгаем, трясем башкой Пишет Илья Тенников Ну, конечно, как же не понятно А у меня расколбас в кабинете Врубил на полную громкость И пофиг на коллег В соседних кабинетах Пишет Алексей Степаненко И живет он В общем-то, я так понимаю Я помню, что он из Свердловской области Но живет сейчас где-то, по-моему, там же Там тоже часовой поезд А живет в Москве А кто же работает-то в это время В девять вечера Да Ну ладно Фотографы работают в это время? Да нет, мало что он фотограф Но в кабинете он включил себе На полную громкость А кто там, собственно, рядом Ладно, это мы потом разберемся Так, пора уже Какая песня еще раз? Атлантида Ей мы закроем час Это я, кстати, тем, кто, может быть, не очень в курсе Того, что происходит в программе После этой песни мы уйдем на небольшую паузу А потом еще на целый час вернемся в студию Готовы? Да Поехали Мне нравится быть Героем повести Думать о вечном Глядя в окно Все время искать И не подпускать к себе Никогда никого Но любовь Этот пес Этот раненый зверь В мое сердце войдет Через тайную дверь Жаль, что в мире так мало Настоящих людей Жаль, что в мире так мало Настоящих людей И пусть весь мир уйдет Одно за Атлантидой Мы будем все равно нитью едино И пусть сойдут снега Ледяной лавиной Мы будем все равно нитью едино Из последних сил Я тяну свою руку Навстречу тебе Вчерашнему другу Из последних сил И вдвоем мы сильнее В сотни тысяч раз Чем каждый Отдельная любовь Этот пес Этот раненый зверь В мое сердце войдет Через тайную дверь Жаль, что в мире так мало Настоящих людей И пусть весь мир уйдет На дно за Атлантидой Мы будем все равно нитью едино И пусть сойдут снега Ледяной лавиной Мы будем все равно нитью едино Итак, движемся дальше Напомню, сегодня в программе «Живые» Замечательный молодой Как по духу, так и по состоянию Коллектив художник И песни, которые вы слышите сегодня Для кого-то возможно откровение Посему будем надеяться, что в этой группе Появится еще целая армия поклонников Пауза была долгой, длинной Поэтому надо начать с песни Как она будет называться? Двое Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» Поехали Первое мая Я очень скучаю Зачем они нас с тобой разлучают? Изучают мои чувства Мысли, как крысы Письма без спроса Читают, как мы допроси Вопросы про нас Какой у тебя рост? Длина волос Цвет глаз, когда мы трахнулись В первый раз День, час, и час Все вспомню Сейчас Метро, длинный, час, и час Метро Двое ночи Ты красива Я не очень Мои ноги подкосила Тело стонет, хочешь Сердце сорвало В бешеный танец Я задыхаюсь Вот так это было С первого взгляда А ты помнишь На твоем дне рождении Ребята специально Одних нас оставили Рады Пойдем Паранойя Паранойя Не с тобою Не с тобою Паранойя Паранойя Меня двое Меня двое Почему ты не пишешь вторую неделю? Я здесь на пределе Держусь еле-еле Мерю со скуки целыми днями Шагами метры между углами А ты там, наверное, с моими друзьями Ночами Послушай, прости, я не хотел Писать, эта глупость просто слетела Просто они опять отобрали Все твои письма, я засыпаю Наверное, они что-то вкололи Они говорят, я стал беспокоен Чуть не забыл, они мне сказали Что ты будешь смеяться, что я ненормальный Что я все придумал Метро, поцелуи, а тебя нет Не существует, что я сам каждой ночью Меняю почерк И пишу себе в письмах, что меня кто-то хочет Да, 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 да Паранойя Паранойя Не с тобою Не с тобою Паранойя Паранойя Меня двое Меня двое Паранойя 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 Не с тобою Не с тобою Паранойя 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 Ныне злое Ныне злое Паранойя Живые Знакомят кого-то со своим творчеством А кого-то радует Потому как, наверняка, есть те, кто знает вашу музыку И ходит на ваши концерты Это всегда при А слушай-ка, а скажи, кто пишет тексты? Тексты, как правило, пишу я Но мы вместе потом садимся и их доводим до ума Ну, то есть у вас такое коллективное творчество Ну, да, мне кажется, это так и должно быть Ну, у кого как Есть такие коллективы, где лидер, он во всем лидер И никоем образу никого не подпускает У нас такого нет У нас, мне кажется Клево Я сейчас хотел обратиться к аудитории Знаете, на самом деле, как-то бывает несправедливо Очень большое количество сообщений Не все сразу видишь Там уже по две сотни комментариев Которые все не прочтешь Но Если вам нравится то, что происходит в эфире Что вам мешает лайкнуть анонс Ну, то есть лайкнуть под фотографией На которой ребята изображены Ну, всегда полезно понимать Насколько вы одобряете, да То, что вы слышите А есть система лайков Она не даром, не зря придумана Поэтому давайте-ка приучим себя к этому делу И когда вам нравится Вы просто лайкаете под фоткой Ну, то бишь под анонсом И мы понимаем Насколько велика ваша любовь Да Есть такая программа Где что-то там Любовь строится Сколько лет И все никак А вот тут все реально Вы лайкаете И мы понимаем Насколько велика ваша любовь к коллективу И ваш интерес к этой музыке Теперь вот что Я, конечно, понимаю прекрасно Что Включить, ну, так скажи Чего-то Лайкайте на здоровье Ну, да Лайкайте и залайканы будете Это слоган, кстати Сказать программу «Хит-порядок» На своем радио Теперь вот о чем Я, конечно, понимаю Прекрасно, что музыка Она отнимает Достаточное количество времени Потому что надо сочинить Нужно аранжировать Нужно все это дело Привести в какой-то такой Понятный и доступный вид Сколько альбомов у коллектива? Смотрите, значит Двое Суперсоник Звезда Звезда Это третий уже, да Потом вот Тени Четыре Четыре, ну, формально четыре Но, знаете, такая штука Последние, наверное, пару лет Мы перестали мерить То, что мы делаем альбомами Сейчас люди стараются Если, дай бог, они выхватят Где-то одну песню в интернете Это уже хорошо Поэтому мы скорее мыслим Перестроились мыслить синглами То есть мы стараемся Каждый месяц Каждые, там, два месяца Выкладывать какую-то новую песню И делать максимум Для того, чтобы ее Как-то люди услышали Потом делаем следующую песню И так вот, собственно, и живем А потом компилируете все А потом, когда это В общем-то, какое-то количество Новых песен набирается Мы понимаем, что они соответствуют Какому-то общему замыслу Или позволяют нам Скомпилировав их что-то сказать Больше, чем каждая песня по отдельности Тогда мы это Давайте-ка мы с вами договоримся Прямо сейчас в эфире Сделаем все как надо Слово-сочетание шоу-бизнес Терпеть не могу Потому что у нас в России Это все больше на базар На рынок какой-то похожий Но, тем не менее Все-таки по законам и по правилам Вот пишите новую песню Ты сочинил Ребята подправили Отрепетировали Спели Свели Ты не выкладываешь ее сразу в интернет Ты вспоминаешь, что есть такая Радиостанция с оранжевой студией Которая называется Своё радио Есть такой человек Которого Семеном зовут Человек с фамилией у него Который ждет новинок от музыкантов Всегда И вот ты ее присылаешь Или ты Не знаю, кто из вас присыл Ты ее присылаешь Я тебе честно говорю Да или нет Если да, то она идет в премьеры А уже потом Ты ее выкладываешь в сеть А уже потом Она начинает распространяться Где-то по интернету Вот это правильный подход Я думаю, что с сегодняшнего дня Мы именно так и будем делать Дай тебе Бог здоровья Смотри, ты сказал об этом вслух В прямом эфире Имею в виду Услушивают тебя сегодня Огромное количество людей Поэтому, если так не сделаешь Я потом как-нибудь Просто найду возможность В эфире с какой-нибудь другой группой Сказать, что художники Меня просто Обманули, понимаете Развели меня как пацана Как кролика Это я, в общем, обращаюсь Не только к вам А ко всем музыкантам Ребята, помните Эту станцию мы и создавали Для того, чтобы заниматься Вашим продвижением По мере возможности Не забывайте А ты знаешь, как бывает Присылает кто-то из коллективов Радостное сообщение Из своей группы Кидает мне Кричит Семен, будь добр Репостник себе В сообщество Там народов там много Я читаю Мы выпустили Новую пластинку И под этой фотографией С обложкой Куча писем И все уже в сети Залито Я спрашиваю А зачем я это буду делать Прости Ну я, конечно, это сделаю Но зачем Сейчас А потом переписка Может быть возьмешь Что-то в премьеру Я спрашиваю А зачем Все уже в сети Все Эта песня премьерой Как таковой В эфире уже быть не может Ну и тебе отслушивать Получается нужно Все песни А что Это моя жизнь Это моя работа Это моя работа Дружище А куда мне деваться Я, знаешь, как в лес Если в котелок Так уж будь добр, варись Куда деваться-то Не, ну проще отслушивать Если присылают по одной песне Музыканты часто не понимают Какая из песен Становится хитом Для этого и надо присылать Все Вот такая вот история Значит, вы главное Не забывайте Куда-то выкладывать песни Где их все Можно купить и скачать Чтобы зайти на Google Play И купить сразу все Ну вот Наша музыка есть и на Google Play И последний альбом наш Есть даже в App Store Поэтому все это можете купить Скачать совершенно легально Более того, наша музыка есть И на Яндекс.Музыке И в соцсетях Она есть в ротации своего радио И главное Главное Она есть в ротации своего радио Молодец Хорошее у тебя было учебное заведение Знаешь, как правильно сказать Молодец Рифат Акчурин Кстати сказать Чудесная группа 10 марта Там все гнесинские ребятишки Вот Рифат Акчурин Один из этих музыкантов Пишет Это хорошая идея Пишет Семен Я счастлив Что есть в стране Хоть одна радио Рифат Вот уж от тебя Такой пакости Я не ожидал никак Вот это вот прекрасная идея Пишет музыкант Которому я говорил Неоднократно Присылайте новинки Вот он и попался Вот он и попался Братцы Чем вы слушаете-то Именно для того Мы работаем Чтобы вы о нас Не забывали Мы-то о вас помним Но вас много К сожалению Не могу за всеми следить Пристально Каждый день Давайте пей дальше Что это будет Звезда Как всегда напоминаю Живой звук В программе «Живые» Тем, кто может быть С нами не часто Или может быть Даже впервые Сообщаю, что что происходит В этой студии Происходит исключительно Живьем Посему вы По сути дела Присутствуете На живом концерте Коллектива «Художник» Готовы? Ну тогда поехали Звезда Ты выбираешь мой путь И никуда не свернуть Звезда И поднимаешься ртуть И никуда не свернуть Дыши во мне Дыши ровно И на войне И если дома Не отпускай Не на секунду Ты же видишь Как мне трудно Я за тебя Сошел с ума На землю Я за тебя Ударил первым По городам Прошел пожаром Чтоб только ты Всегда сиял Ты выбираешь мой путь И никуда не свернуть Звезда И поднимаешься рту Тени меня Тени стаи На земле Я так скучаю Тени меня Пока не поздно За собой Безкрайний космос Мы будем вместе Каждый вечер А на земле Кто не вечер Звезда Ты выбираешь мой путь И никуда не свернуть Звезда И поднимаешься рту Звезда 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 В программе Здесь В студии Я прочитаю Пару сообщений Вообще по-русски Нельзя говорить Пару Два Два сообщения Вот например Максим Зверев Пишет Оооо Вот еще одна Хитярища Например Или Ильгий Самиров Ооо Звезда Тоже известная песня Как ты думаешь Почему? Я думаю Потому что они Есть у вас в эфире Молодец Все правильно понимаешь Они действительно звучат Видите как мы быстро учимся Молодец Ты очень быстро Обучаемый человек Это клево Вообще для журналиста Это замечательное Кстати качество Обучаемость Причем такая быстрая Да И эта песня Тоже в ротации Своего радио Аудитория Достаточно широкая Аудитория радиостанции Знает Это очень важно И более того Завтра мы будем играть На концерте В клубе смены В клубе смены В восемь вечера В восемь часов вечера В клубе смены Так что приходите обязательно Если вы будете в Москве Или вы живете в Москве То не пропустите эту возможность Я убежден Что живьем они Ну я имею ввиду Живьем на сцене Где они не привязаны К наушникам Где они не привязаны К объемам небольшой Относительно сцены Студии Там они и прыгают И скачут И в общем А кстати Когда ваш концерт проходит Есть ли какой-то перформанс Ну может быть Какой-нибудь Не знаю Светошоу Ну мы ломаем оборудование Это нормально Это привычный отдел Нет я в данном случае Подтанцовка какая-нибудь Девочки в трусиках Да нет Мне кажется Мы все имеем возможность Сказать свою музыку Ну ладно нет Вылазят на сцену иногда А девочки в трусиках Из зала Причем Нет Ну иногда зрители Конечно выпрыгивают Это нормально Это нормально Ну в принципе вам хватает Я так понимаю В одном из клубов Мы умудрились сломать потолок Как это Да слушай Там висела какая-то люстра Там висела люстра И вископол И люди И в какой-то момент Люди Да люди поднимали Крышу И они начали поднимать Друг друга И висеть на этой люстре И она по-моему Упала да Ну там упала люстра В зале В танцевальной зоне упала Да да Упала люстра И сломали по-моему Этот Проигрыватель Проектор Проектор Вот Не знаю как нас оттуда выпустили Не потребовав компенсацию Но Все обошло Так что приходите Будет весело Ну то есть Вы теперь выбираете зал Где нет люстры Проектов Я так понимаю У нас в райдере написано Никаких люстр Нет в плане Никаких проектов А в плане конечно Готические проститутки И слоны Но пока что Объемы клуба Не позволяют Мы идем от меньше К больше Ай Значит По моим ощущениям У группы Большие перспективы Пишет Константин Паук По нашим тоже Константин Паук Извини Да это уже не твердый Это уже паук Серьезные люди Спасибо Константин Да Это мне кажется Очень правильное наблюдение Правильное замечание Что действительно У группы есть И перспективы не маленькие Только нужно перестать Стесняться того что делаешь А заниматься Своим продвижением Как то более активно Так Я уже у них в группе И всем советую В нее вступать Пишет Леотенников Совершенно верно Он здесь Пополнять сообщество Вконтакте нужно И чем больше людей там будет Тем больше людей Будут получать информацию Кстати Что касается новых Возможно каких то синглов Или альбомов Когда планируете У нас буквально На той неделе Мы записали И выложили в сеть Как вы нам не советуете Делать новую песню Совершенно бесплатно Которая называется Стена Да было до эфира Да Ну понятно Поэтому я думаю В следующем месяце Максимум чем Через полтора месяца Мы представим что-нибудь еще Подожди Ну пришлите уж в стену тогда Конечно Ну что ж не пришли Ну пришлите уже Вы же не знали Первым делом Приеду домой Пришлю в стену Договорились Вавочку Именно вавочку Но это не Пинг Флойд Я понимаю Что стена художника Это вряд ли Стена Пинг Флойд Там очень длинная песня А здесь покороче Нужно немножечко Чтобы как так укладываться Так Читаем 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 Тут были какие то вопросы Секундочку Я для тебя Я помечал для себя Ну это же не вопрос скорее А наблюдение Слышно что ребят Настоящие профи Песни Все такие правильные Интересно построены Разные по стилистике В этой связи Я вопрос хочу задать Кто занимается Аранжировками Иван Тот кто зарабатывает Аранжировками Иван конечно Собственно вот А нет секундочку Кто занимается продвижением Я думаю Тим мог бы сказать Потому как он сам знает Как себя продвигать Я занимаюсь Но он же этого не сказал Поэтому то я и спрашиваю На всякий случай Потому что он еще не занимается Он только начал этим заниматься Все же будешь заниматься Продвижением художника Конечно сейчас студия Как раз там будет Основная база Для продвижения Не только Наша штаб-квартира Не только Наши Я на самом деле Очень хочу Это конечно не в формате Этой передачи Но я очень хочу Этим лайф продакшном Сделать Российскую поп сцену Тоже повыше уровня Почему не в формате Это в формате Я могу сказать пример Вот как раз Ваня Тоже он скромный парень Тяни к себе микрофон Нормальный Чего ты стесняешься Вот так удобнее будет Ваня тоже стесняется Так я когда слушаю Что-то западное Ну имею ввиду И молодые коллективы И коллективы зрелые Которые называются Поп музыкой Я всегда говорю Если бы наша российская Поп музыка была вот такой Меня бы от нее не тошнило На самом деле Вот и задача Я создал этот лайф продакшн Для того чтобы делать Из той самой Плоской музыки Вот то что мы сейчас слышим Местами Сергей Лазарев звучит Примерно вот так Покажи-ка мне пожалуйста Пришли ко мне Сергей Лазарева В этом видео В таком видео Я вам сто процентов Мне дико стало любопытно Что в конце концов Можно сделать Нет я вот хотел добавить Потому что говорит Тим Вообще мне кажется Сейчас такое время Когда нет таких четких границ В принципе в мире Между поп музыкой И рок музыкой Абсолютно Нет секундочку Есть в моем понимании Есть разница между поп музыкой И попсовой музыкой Да Я делю поп и попсу Вот попса это то что Нет мы не берем вообще попсу Мы берем в широком смысле слова В ротации радиостанции Под названием свое радио Достаточно много поп-рока Так называемого Группы которые не играют Тяжелые жи-жи-жи Но поют очень хорошие Качественные живые песни Их вполне можно назвать поп-музыкой Вот реально поп-музыкой Поэтому я к этому отношусь Гораздо проще Если это не два прихлопа Три притопа И не чашка кофе Там условно говоря То в конце концов Почему это не ложится в формат Запросто Если это качественно Если это стильно Если это современно И бог с ним Если это талантливо То почему нет Покажешь Я с удовольствием послушаю Мне даже интересно Да я еще могу даже больше сказать Что тот подход С которым я пытаюсь внедрить Драйв в популярную музыку Сейчас я вот ребятам рассказывал Ко мне обратился Популярный немецкий исполнитель Для того чтобы я с ним поиграл По Европе поездил Именно для того чтобы придать Его музыке драйва А ты говоришь не умеем Поэтому Умеете значит Умеете Это очень интересно Создавать Скажем Драйв Пишет вот человек Сейчас скажу Почему мне Забавило его сообщение Олег его зовут Привет свой А фамилию извини Сейчас секунду Привет свой Только включился в эфир Крайняя песня Очень понравилась Фамилию Лазарев Не гавняйте Олег Лазарев написал Понятно, спасибо Олег, ну к вам-то это отношение не имеет, никого мы не говняем Мы говорим всего лишь о той стилистике Которую чаще всего проповедуют люди Называющие себя поп-артистами Мы бы все-таки на радиостанции Как-то я всегда говорил, что здесь нет понятия формат Мы не крутим в эфире ни в коем случае Такой вот попсы Галимой попсы и блатного шансона Что называется, все остальное имеет место быть Потому что в любой стилистике В любом жанре обязательно находятся классные Толковые и более-менее талантливые люди Которые более или менее, я сейчас говорю, сознательно Потому что люди не могут быть Все нереально талантливыми Нереально яркими Было бы тогда скучно И радиостанция, может быть, тогда и ротировала в своем формате Два десятка коллективов А все остальные что-то делать должны были бы Понимаете, тут тоже все тоненько А скажите, в вашем формате В вашем понимании, допустим, лепс Это хороший уровень? Лепс в ротации не будет По разным причинам Я потом после эфира объясню, почему Нет, ну в принципе Нет, лепс классный Лепс очень классный музыкант Только у него своей музыки мало Согласен Ты понимаешь? Да Я знаю Много покупает У кого покупает даже Я тоже могу Много покупает А мы сторонники того, что, знаешь, вот каверов в ротацию не пускаем Ну как-то хотелось бы своя собственная творчество В рамках программы, в рамках живых, пожалуйста, если есть кавера на что-то спойте Даже будет интересно А народ особенно любит кавера на Виктора Цоя, да? В любом варианте У нас как-то с каверами не очень Потому что, мне кажется, у нас свои песни плохие Это ты вот молодец-то сказал Зачем играть кавера, если можно пить свое? Вот и хорошо Вот и хорошо А как вы, давайте так, коротко и потом споем Я спросил вначале, как называлась первая песня Первое, что ты спросил, которую мы написали А ты помнишь, вот вы все Ты помнишь, как называлась первая песня, которую вы написали? Вот, кстати, песня «Двое», которую мы играли там несколько минут назад Одна из наших ранних песен А, я так и понял Потому что тексты там такие юноши Я сейчас точно не вспомню, какая именно была первая Но «Двое» — это одна из первых Я могу вспомнить, какая была первая Ее нигде нет, она даже не записана Да? Эта песня называлась «Остров» Да, да, да И вы ее не играете? Мы ее не играем Пока что мы ее не сделали Но мне очень хочется ее возродить Можно делать, да? Потому что песня классная И в ней, причем, не юношеский текст Да, кстати Что не характерно для того времени Для 15 лет, да Ну, в общем, я скажу так Юношеский, вот в «Песне Двое» он юношеский Не потому, что он наивный Потому что там проблема Ну, да Проблема такого подросткового периода Но юноша и в 15 лет может поднять проблему серьезную Почему нет? Давайте дальше петь Чего это будет? Давайте Новый день Как всегда напоминаю Кстати, тоже одна из ранних песен Исключительно живой звук Сегодня здесь яркая, молодая И, на наш взгляд, безмерно перспективная команда Под названием «Художник» Чего-то Тим от вас хочет Все, разобрались, глазами посмотрели друг на друга Можно? Можно Погнали И, на наш взгляд, безмерно перспективная команда Коридор, разговор двух людей Словно вор Я стою за углом Первый голос знаком Неужели она? Я слышу слова Созвонимся пока Они созвонятся, станут встречаться Мне, что валяться У ног стреляться И за нее висок Целовать песок Где она ходила Она говорила Ты гениален Я слышу верил, что я гениален Здравствуй, новый день В котором нет меня Меня Расскажи всем Каким был я Каким был Я считал его другом Я ни с кем не был грубым Я старался быть сдержанным Среженным, влешенным С бредами, врагами Умными и дураками Со всеми вами Но вы просто потерлись моими словами Не заметив и сами Уплекая часами Ты что, вы грустные, сердитые Убитые Что, для чего Почему, отчего Я не хочу объяснять никому ничего Я не хочу объяснять никому ничего Здравствуй, новый день В котором нет меня Меня Расскажи всем Каким был я Я понял одно Уважение, терпение Имеет для них нулевое значение Этому месту в книгах А они станут дерзостью Банальную структу Последним капри стали слова Ну что, созвонимся Конечно, пока Ну что, созвонимся Конечно, пока Здравствуй, новый день Здравствуй, новый день Каким был я Каким был я Здравствуй, новый день Расскажи всем Здравствуй, новый день Здравствуй, новый день Тебя увезли в Канаду Потом в Польшу У тебя родители получаются дипломаты У меня Да, у меня отец работал в трактор-экспорте И поэтому И поэтому катались Совершенно понятно Вот, допустим, такой момент Ты поступил учиться на журфак МГИМО на секундочку Да, это не так просто Большой очень кастинг Очень престижное учебное заведение Вроде бы как Я понимаю, как родитель Что родители хотят от сына Ну, как минимум Какого-то результата Ну, поступил журналист На журналиста Причем международник наверняка Наверняка международник Ну, зачем нам По малым формам Логично все А потом в итоге Взял в руки гитару Шел к микрофон И песни какие-то поет Как, кстати, предки-то К этому всему относились И относятся Нет, они Огромное им спасибо Я им очень признателен Потому что они всегда Меня поддерживали и поддерживают И в этом смысле Я всегда как-то умудрялся Заниматься и журналистикой И музыкой И сейчас То есть ты не огорчал родителей Да нет Нет, я вполне как-то гармонично Существую с самим собой В этом плане Хорошо Но на сегодняшний день Ты ведь журналистикой Практически не занимаешься Я понимаю, почему Потому что сейчас Быть честным журналистом Весьма сложно И все это понимают Ну, время непростое Время непростое, да Но как относятся Теперь родители к тому Что, ну, прежде всего Отец Потому как я думаю Что он лидер в семье Мне почему-то кажется Так, исходя из Твоего поведения Тоже Есть некие Психологические моменты Так вот Как относятся к тому Что ты большую часть времени Как я теперь понимаю Все-таки музыки отдаешь Это ж ничего не приносит Ну, почему Иногда приносит Иногда приносит Не только финансовые дивиденды Но какие-то душевные Это тоже здорово То есть папа рад за то Что ты душевно богат Нет, в этом смысле Понимаете Нам и вот Ваньке И всем В принципе очень повезло И с родителями И с каким-то кругом общения И с кругом друзей Потому что Наверное, это Во многом залог того Что мы уже столько лет Играем И будем играть Дай бог еще столько же А может быть и больше Ну, клево, что так А у тебя А как дела с этим стоят Да, меня тоже Всячески поддерживали Несмотря на то Что я из института вылетел И на экономиста учился Вылетел А где, где учился? Ну, я честно говоря Сейчас Даже не помнишь Мэсси А, понятно Не важно Так, так Для меня этот набор букв сейчас Никогда не нравился этот институт Мне жутко стыдно Перед родителями За то, что я вылетел Причем с пятого курса Да ладно Ты уж оставался-то всего ничего Ну, что-то там Начали репетировать Концерты играть Даже снимали какие-то клипы Я подумал, что что-то это не мое И времени не хватало Вот Ну, и Я приходил Ну, как это бывает у многих Я даже не понимал, что происходит в институте Какие-то зачетки Что-то Для меня это было вообще что-то другое Привет, ты кто? Я твой однокурсник Да ты шо? Да Ну, нормально Вот, ну Стыдно Никому в пример это не ставлю Ни в коем случае Но Спасибо огромное родителям За то, что поддерживали Потому что они не сказали Что-то наделал Вообще За шкирку не взяли Не стали ругать Братцы, вам повезло тогда Да, да, да Тиму, я полагаю Повезло меньше, конечно С родителями Почему? Тим, ответь Ответь На самом деле ситуация очень сложная Я с детства Получил художественное образование Потом спортшкола Вот Бурение скважин Институт закончил А, то есть для этого ты спортом занимался Ты вручную бурил, что ли? Наверное Но ситуация На самом деле Странная У меня папа был Очень крутой барабанчик Он был Он умер Вот, к сожалению, молодой Очень был крутой барабанчик И В своей жизни Он не застал моего ни одного удара Я сказал ему в детстве Что барабаны Это на 100% не мое вообще И когда он умер Я через две недели Начал играть на барабанах Мне просто Очень захотелось Это круто Да И там приснился сон Он ко мне пришел И он сказал, что Я все знаю Все понятно И если вкратце То показал фотографии Где я играю И мне там лет уже 45-50 На больших сценах Это круто Только-только начал играть То есть у вас такая Ну круто Ты умница Ну что сказать Еще по-другому не скажешь Это круто Это правда Очень трогательная история И потекла по щеке Скупая мужская слеза Я сейчас говорю об этом Совершенно искренне Потому что чувства И эмоции Они в общем мужчинам Должны быть свойствами Можно еще ремарку Это очень круто Хочу сказать Дикое, огромнейшее спасибо Моей жене Давай скажи Вот Нелька Я тебя люблю Обожаю И если бы не ты Наверное всего этого бы не было бы То есть она что ли тебя выталкивает Нет, она меня Вот она меня По-моему больше всех всегда поддерживала Я ее дико за это спасибо Вот это очень важно И действительно важно Когда твой человек тебя поддерживает Прежде чем вы споете дальше Я прочитаю одно приветствие Передайте пожалуйста Сейчас сначала прочитаю А потом от кого Привет крутым людям Ваня привет Вовка привет Всей банде привет Ребята вы крутые И пишет Артем Гришанов И вам ребяти привет Артем привет Мы тебя знаем Да ладно Артем Гришанов это друг С которым я играю в ГТА Видишь как Он живет в городе Чита Мы с ним виделись один раз Совершенно случайно Так что музыка объединяет людей На континентах Вы не удивляйтесь Слушают эфир по всему шарику Радио чудес Радио чудес Я понимаю А давайте мы сейчас устроим ребятам Маленький подарок Перекличку мы давно не делали Напишите пожалуйста Как только будет звучать Следующая песня Откуда вы слушаете эфир Парням я думаю будет интересно Какова география Сегодняшнего концерта Как называется следующая песня Стреляй Готов Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня художник Так гитарочку на плечо Все Поехали Стреляй Стреляй Слышишь Стреляй Слышишь Мертвые художники Ценятся выше Стреляй Слышишь Стреляй Слышишь Мертвые художники Ценятся выше Под ними Сжимаются Одним фатальным поцелуем Эта дешевая сцена Затронет Тысячи Зубней Стреляй Слышишь Мертвые художники Ценятся выше Стреляй Слышишь Мертвые художники Ценятся выше Стреляй Слышишь Стреляй Слышишь Мертвые художники Ценятся выше Стреляй Слышишь Стреляй Слышишь Мертвые художники Ценятся выше Выше подними же мое сердце Одним ударом кинжала Мое влюбленное сердце Сражаться с тобой устало Стреляй, слышишь? Такие художники все не слышат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы не будем сильно рассиживаться Потому что еще нужно успеть сыграть два произведения Я просто прочитаю города Ну так, по-быстренькому, откуда сегодня слушают эфир Наверняка написали не все, но какая-то часть из них может быть опубликована Ну вот Семипалатинск, Казахстан Новгородская область, Сольцы, Ульяновск Тюмень, Астрахань, Калининград, Тольятти Клуш, Напока, это Румыния Белев, Тульская область, Текиров, Воронеж, Архангельск Москва, Питер мы вообще не упоминаем, потому что это совершенно очевидно Нижний Новгород, Горловка, это Украина, Донецкая область, Владивосток Шадринск, это Курганская область, Щучья, Курганская область, Перми Ну, Курган, понятно, Беларусь, Гродно От Актарск, Саратовская область, Кострома, Краснодар, Вологда, Ольбург Это Дания, Йошкарала, Тула, Бруклин, Нью-Йорк, Юсей, Самара Камрад, Молдова, Нефтьюганск, Читай, я простепиш, Артем Гришанов Ну, я дальше не стану, просто есть еще источники, например, на планете Там Тишт, Водкинск, Ижевск, Пермь, Заполярье и так далее Очень широкая аудитория На самом деле фантастика, ребят, спасибо, мы с вами Да, и они с нами, что очень важно И даже если времечко не очень совпадает, а там Владивосток понятно Чита, да, и люди сидят, слушают, люди наслаждаются тем, что вы делаете У вас сегодня очень широкая аудитория, это клево И нам самим это сильно нравится Ребят, еще раз вам говорю, если вам нравится наша музыка Приходите завтра на концерт Да, кто в Москве, приходите завтра на концерт Особенно чекинцам А кто из других городов, вступайте в наши группы в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке И в нашу банду ВКонтакте Да, и слушайте песни, смотрите видео, все это там есть Давайте дальше И слушайте свое радио Вот за это тебе большое спасибо Что будет за песня следующая? Я хочу просто так немножко со временем скорректироваться, чтобы понять Песня называется «Ронни-рок» Окей, как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня художник, погнали Субтитры сделал DimaTorzok ВеуууУ Он так опасен в своём ритме Лошкалит он идёт навзлёт И рок-н-ролл его планету Уже очая и над трясёт Он молниеностник кокаина Он знает что такое груз Он кружит сцену в танце Шибе Срывая склонный женский груд Я не сдаюсь Вот мой ритм, вот мой пульс Вот мой ритм, вот мой пульс Я не сдаюсь Вот мой ритм, вот мой пульс Вот мой ритм, вот мой пульс В его стакане Роял Савит, В его походке Мун и Ванг, И по ночам он плотно занят, Играя сеты в Лондон Фок. В его зрачках Привет, Ямайке! В его словах Ленивый Лоск, И вплетены в его гитару Букеты черных резких роз. Я не остаюсь! Вот мой ритм, вот мой пульс! Вот мой ритм, вот мой пульс! Я не остаюсь! Вот мой ритм, вот мой пульс! 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 Я не остаюсь! Вот мой ритм, вот мой пульс! Вот мой ритм, вот мой пульс! Ну а вот на эту песню тоже, кстати, сказать, такая негетская реакция. Знают эту песню. Как ты думаешь, почему? Потому что она в эфире своего радио! Наверное, она тоже в ротации радиостанции находится. Очень энергично, но очень не хватает бас-гитары, пишет Олег Лазарев. Рожает, рожает бас-гитарист. Да, мы уже говорили о том, что не рожает жена бас-гитариста, поэтому причина уважительная, к сожалению, для сегодняшнего выступления, но, к счастью, для молодой семьи. У них первый будет? Да. Ну так тем более, это вообще жесть жестяная, когда первый ребенок, и себя помню, как меня это выколбашивало. В первый раз всегда кажется это все тяжело, потом привыкаешь. Еще хочу передать привет моему сыну. Максим, друг мой, если ты меня слушаешь, я тебя люблю. Сколько, Максимке? Четыре года. Ну, уже парень-то взрослый, уже соображает, и песни папина слушает, я уверен. Да, да, танцует под них. Ну, как под это не танцевать. Ваня, у тебя? Нет, у меня детей пока нет. Чего ж ты отстаешь от друга-то? Ну, не знаю. Как-то не сложилось пока что. Не сложилось с кем завести детей? Нет, с кем сложилось, но не сложилось пока с детьми. Ну, надо бы. Может быть, да. Надо задуматься. Надо бы, надо бы. Тим? У меня случилось с собаками. Это две собаки. Осторожней. Дети пока нет, но есть собаки. Ну, двусмысленно прозвучало, конечно. Жена у него тоже есть. Мы все понимаем, да. Все прекрасно понимаем. У меня стадия такая, животный пока еще. Да, это стадия. Я в этом случае люблю вспоминать старую хохму. Вы думаете, почему у меня пятеро детей? Думаете, я так детей люблю? Нет, сам процесс мне интересен просто. Я к тому, что дети, они как-то системно, как говорят, яйца, курицу, системно, дисциплинируют, дисциплинируют. В некотором смысле человек по-другому себя ощущать начинает. Но если ты не потерял при этом своего драйва, если ты не потерял при этом того самого молодого куража, ну, в общем, достойно, скорее всего, наверное, благодарности супруге. Ты уже говорила о том, что она тебя полностью поддерживает. Мне кажется, я лично еще сам ребенок. Это никогда не пройдет, ты знаешь. Да? Ты играешь в компьютерные игры? Давно, нет. Я просто не успеваю. А я вот не могу оторваться. А я могу... Как мне воспитывать ребенка? Знаешь, я тебе скажу, у меня какая самая интересная... Да, Ребзи, кто играет в GTA, вступайте в наш... Какая у меня самая интересная компьютерная игра? Вот сейчас, допустим, мы закончим эфир, приедем домой, попьем чаечку, ну, так, чуть-чуть как-то, чтобы оклематься дальше. Я сажусь к компьютеру, огромная, большущая компьютерная игра. Надо отслушать песен, надо написать письма музыкантам, которые обижаются, что я им подолго не отвечаю. Нужно будет заняться сведением, мастерингом, там, одной эфирной программы, ну, и так далее. Дай бог часов в 7 утра я лягу так и спать. Вот. А завтра у меня уже студенты, с которыми надо работать, хоть и суббота, выходной день. Это еще одна большая компьютерная игра, я тебе скажу. Да, да. Поэтому я бы, может быть, и играл в компьютерные игры, но я просто физически не успеваю. Правда. У тебя игра еще и посерьезнее, накосячить-то нельзя. Не-не-не, в том-то и дело. Там жизни много не дается, знаешь, она одна. Поэтому тут надо с этим быть очень аккуратно. Так, что-то было еще такое любопытненькое? Сейчас найду какое-то из сообщений. А, нет, я это уже читал, да. Да, если есть сообщения, это дико интересно всегда слышать, слушать. Да, понятно, но тут народ в основном только в восторге, а я вообще в восторг на восторге, они лико похожи друг на дружку. Но, с другой стороны, вот тогда такой момент, как вы в музыку-то пришли? Вот так, в принципе. Ну, просто сидели на лестничной клетке, играли на гитаре. Вот так, как все пацаны. Ну, конечно. Обычно музыканты говорят, знаете, я взял в руки гитару, потому что безумно хотел нравиться девушкам. И обычно дело, когда играешь... Да, мы без гитар нравились всегда. Молодец. Нет, я хотел нравиться девушкам, поэтому играл в футбол. А, ты играл в футбол? Мне казалось, что девочкам нравятся мальчики в коротких шортах. Ты думаешь, только за это они нравятся? Знаешь, в данном случае есть хорошая тоже шутка, женская, кстати, шутка. Если верить их логике, то им больше нравятся боксеры, потому что шорты у них длинные. Трусы. А, понял. Понимаешь, да? У футболистов всегда трусики короче. Не тот спорт выбрал. Не тот спорт и выбрал. Не тот спорт. Но ты играл всерьез или так по детству? Нет, ну в детстве я, конечно, играл всерьез. Я даже играл за сборную своего района. Ух ты, круто. В воротах стоял, да. Но потом моя мама решила, что мне нужно учить английский. Понятно. Вот. Так ты теперь ни в футбол не играешь, ни английского не знаешь? Да. Но в результате-то... Нет, в футбол я, кстати, играю. Три раза в неделю стараюсь играть. А, ну то есть это уже такая... Ну это история любительская, как я понимаю. Да, конечно, сейчас это так. А, вот мой микрофон включен, да? Так. Я хотел вмешаться в список футболистов. Я был капитан команды в своем городе, самой популярной команды. В каком в своем? Ну я был в маленьком городочке, там где Горловка, там рядом. Какой? Лисичанск. У меня все родня в Янакиево, но на всякий случай. Ну, короче, да. Вот я там был... Лисичанск рядом. В своем радио и встретил очень футболистом. Углегорск, Лисичанск, они там рядышком. А ты играл всерьез? Я по-настоящему играл. Меня забирали в высшую лигу. Я отказался. Почему? Барабаны. Ну, в общем, тут-то ничего. У него, понимаешь, ни футбола, ни английского. А у тебя хотя бы барабаны есть. Это уже... Я был в поиске. Да понятно, я же шучу. Ты так все всерьез воспринимаешь. Кстати, к тебе вопрос есть от Ильгии Замирова. А у ударника Тима будут гастроли по Уралу с его барабанным шоу? Сейчас... А то так по забуграм, да по забуграм. Сейчас настолько все насыщено, что я практически никуда не езжу. Только самые какие-то крупные мероприятия. Очень хочется много создать новых проектов, музыки, доделать студию и на базе этой студии написать, дописать наконец-то эту музыку, которую можно слушать просто хотя бы. Вообще Тим, по-моему, не спит. Да, я вообще не спил. Я вообще не понимаю, как он все успевает. Для меня это загадка. Я каждый раз, когда я с ним встречаюсь, у него какой-то новый проект, какая-то новая идея. Это же круто, это же круто. Поразительно. Да, приезжает ко мне, говорит, в 2 часа ночи давай писать трек. Вот так вот и пишем до 6 утра трек. Это нормально, ребята, я вас уверяю. Вот вы будете потом с возрастом очень сильно жалеть о тех временах, когда будет уже все, скажем, устаканено, которые были когда-то, когда можно было в 2 часа ночи приехать и писать трек. А сейчас как-то уже есть хороший тоже вот в этом смысле, даже не анекдот скорее, а в некотором плане такая былина, скажем, когда человеку 18-20, он старается с собой заполонить все пространство, имея в виду пространство собственное и пространство, которое окружает его в качестве, скажем, молодых красивых особ. Когда человеку уже где-нибудь годам к 30, чуть больше, он старается быть избирательным так, чтобы эти особы молодые были не абы, как и я, как-то вот какими-то особенными. А лет так после 45, он уже ждет, когда эти особы к нему сами придут, потому что хрен ли, вот это вот метаться-то непонятно совершенно. Зачем? Кому это надо? Я посижу спокойненько, покажу себя со всех сторон красивым, и вот они сами и набегут. Бывает, ошибаются. Бывает, ошибаются. Я хотел добавить, сейчас, наверное, тот период, когда у меня был в жизни, я играю 15 лет профессионально на барабанах, переиграл более чем в 70 проектах. Обалдеть. От джаза до тяжелого металла. Многие проекты тоже висят у вас здесь на стене. Нет, они не висят, там их автографы, они живы, слава богу, пока. Да, висят автографы живых людей. Я много играл для того, чтобы найти себя. И теперь, наверное, тот возраст, когда как раз спать не хочется, потому что хочется сделать продукт. Успеть. Да, вот сейчас то время. То есть ты сейчас начал понимать, что времени на самом деле не так много, и надо его правильно использовать. В принципе, всегда было плюс-минус одинаково, но сейчас не хочется распыляться. Хочется сделать более точечно то, что действительно я хочу сделать, ну, как бы оставить после себя, так скажем. Но это еще один очень немаловажный штрих к портрету коллектива. Штрих к портрету художника. В данном случае мы говорим о группе художник. Я думаю, что сегодняшний эфир был не пустым. В плане знакомства с вами, аудиторией, убежден, что многие, подметив вас сегодня в свои плейлисты, как это модно бывает ВКонтакте, например, позакидывают ваших песен, станут за вами внимательно следить. Давайте-ка напомним о концерте завтрашнем. Да, ребята, кто в Москве живет, приходите завтра в клуб «Смена». Мы будем играть наши песни. Восемь вечера. Восемь вечера. Начало этого, я уверен, чудесного мероприятия. И слушайте свое радио. Спасибо тебе большое. А вот нам с вами-то придется попрощаться уже. Времечка вышла, два часа пролетели одним мгновением. Поэтому хочу сказать спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за то, что в будущем вы не забудете о том, куда отправлять свои новые песни, для того, чтобы эти новые песни могли видеть свет. А потом уже занимайтесь интернетом, чем хотите. Это тоже важно. Спасибо, не останавливайтесь на том, что вы уже достигли. Я уверен, что будущее у вас хорошее. Очень серьезно уверен в то, что у вас все сложится как надо в творческом плане. Спасибо огромное вам и вашим слушателям. И напоследок мы сыграем одну из, наверное, моих лично любимых песен. Она называется «Сияние». Ты думаешь, стоит этой песни заканчивать? Да. Ну, давай. Как они быстро договариваются друг с другом? С меня? Что? Песня «Без меня», да? Отдохните. Отдохните. Всем до свидания, до понедельника. Будьте здоровы. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok